Приветствую вас аноним, давайте разберем ваш вопрос. Смотрите. Для лучшего понимания ситуации необходимо более полно понимать картину того, что происходит. Что я имею в виду? Ну, в первую очередь я имею в виду то, что разность темпераментов у вас появилась не сейчас. То есть она, эта разность темпераментов была. И была она, вероятно, с самого начала. Пока вас это не перестало устраивать, пока вас это не начало напрягать. То есть, грубо говоря, что-то изменилось. Что-то изменилось в восприятии вами, своего мужа. Что-то изменилось, вероятно, в восприятии им вас, мне так кажется. Вы, конечно, об этом ничего не сказали, но мне так кажется, я могу ошибаться без фронта. И на мой взгляд, на мой взгляд, это нужно поисследовать. Если что-то изменилось, то что изменилось? Что произошло? Что стало другим? Понимаете? Вот. Это вот. Я бы сказал ещё и так, что темпераменты, но разница с тем, что она, конечно, есть она, есть она, большая, может быть, большая. Вне всякого сомнения. Да, вне всякого сомнения. Разница есть. Разница, она влияет. Но идея здесь в том, что вы, как будто, ну, не можете, знаете, обсуждать эти вопросы между собой. У мужа есть сексуальная потребность, но её можно удовлетворять разными способами и совершенно необязательно для этого вам через себя переступать, как вы говорите. Другое дело в том, только ли это, ну, сексуальная проблема. Только ли это проблема о сексуальном поведении сексуального взаимодействия? Или, может быть, там есть что-то ещё? Или, может быть, там скрыто что-то ещё? Давление является показателем некого недовольства вами со стороны вашего и вероятного конфликта. Секс может выступать как элемент манипуляции. Пускай и не совсем осознанной, может быть, манипуляция. Вам или мужа со стороны вас, я не знаю, конечно. Я не знаю, как обстоят дела. Вот. Но ситуация заключается в корействе в этом. Я думаю, что сексуальная проблема и сексуальная разность в эмбраментах решается людьми, которые друг к другу искренне относятся, ну, на мой взгляд, достаточно, если не просто, то достаточно успешно. Вот. А вы не знаете, как вам быть. То есть, вы хотите переложить, получая ответственность за принятие решения в этой ситуации, в этой довольно интимной ситуации на нас. В таких ситуациях, как правило, человек уже понимает, как он будет себя вести. И у вас, скорее всего, уже есть какое-то решение в ситуации. Но вам нужна, вероятно, наша поддержка. Вот. И, наверное, такая вот не очень-ханьеочность, позитивная, я бы сказал, тенденция заключается в том, что вы ищете то решение, которое будет соответствовать, ну, вам, да, вот, которое будет соответствовать тому, что вы хотите. Вот. А не решению проблемы. Поэтому давайте мы с вами здесь для лучшего понимания, но не для выработки решения какого-то сейчас. Определимся здесь, тем, чего хотите вы. Вот. Именно вы, чего хотите. В этой ситуации. Хотите ли вы, например, чтобы муж был удовлетворён? Вот. Хотите ли вы этого? Или думаете вы здесь только о себе? Я это говорю не с целью вас как-то задеть, там, и так далее. Нет. Я просто хочу вас понять. Потому что для такой вот достаточно важной проблем. Проблема вы выбрали очень слабые описания. Очень мало описаний вот здесь. А ситуации очень маленько. И, возможно, какие-то, ну, трактовки. Вот. А мне бы трактовок не хотелось бы в таких вопросах. Вот. Поэтому аноним вам нужно определиться тем, чего вы хотите. Вот. И после того, как вы определитесь, чего вы хотите, вы уже можете в этом направлении полагаться на помощь специалистов. Вот. Ну, совсем хорошим вариантом было бы вам вдвоём обратиться к психологу. Вот. Это тоже очень важный момент. Хочет ли муж решать проблему, понимает ли он, что это проблема и так далее. Вот. Ещё раз повторюсь в заключение, что разница в темпераментах ни в коем случае не является чем-то перманентным, да. Ведь это то, что было всегда. И это то, что какое-то время вас устраивало, понимаете. Вот. Ну, теперь перестал. Теперь перестал устраиваться. И, ну, необходимо принятие этих моментов. Вот так было всегда. Ещё раз перестал устраиваться. Можно сказать, что вы перестали принимать это в мужа. Может быть, вы стали видеть в этом некую подоплёку, какой-то контекст, не интимного характера, а другой. Может быть, а может быть и нет. То есть, вот здесь достаточно много переменных, на которые вам нужно обратить внимание на её. Вот. И тогда ситуация имеет все шансы в общем и целом разрешиться. А пока что, пока что это только начало, да. То есть, ну, пока что вы только находитесь в начале трещина. Проблемы. Вот. Моей. Как будет дальше, зависит полностью от вас. Целиком и полностью от вас. На этом всё. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Поехали.